Друзья, всем привет! У нас потрясающая сегодня компания. Меня зовут Евгений Бычков, я в Торонто. Мою собеседницу-коллегу зовут Алена Жукова, она тоже в Торонто. И легендарнейший медиа-менеджер, режиссер, кинопродюсер Александр Роднянский. Александр Ефимович, но мы будем обращаться к вам по-простому по-американски, Александр. Хорошо, рады вас приветствовать. Большая честь для нас с вами разговаривать. Спасибо, очень рад быть с вами и вашими зрителями. И наши зрители могут вас непосредственно лицезреть уже в личном общении в эту нашу пятницу, 16 числа в Торонто. Вы будете выступать с фильмом «Мама, я дома». И после этого, по-моему, 18 в Нью-Йорке, да? Да. Отлично. То есть у наших зрителей есть замечательная возможность встретиться с вами, задать вопросы. Вы представите этот фильм. И с вашего позволения, мы вдвоем с Аленой как бы поделили наши интересы. У меня больше интерес касательно общественно-политической какой-то такой вот стороны вашей деятельности. У Алены больше киношная. Это не значит, что я в кино ничего не понимаю, но просто мы так поделились. Поэтому у меня, если можно, у меня к вам вот такой вот вопрос. Сначала вот этого ужаса со всего, который кто-то называет специальной военной операцией, но мы не будем заниматься этой ерундой. Это война, полномасштабная война, агрессия абсолютно ужасающая просто по всем, по своим показателям и последствиям и все. Но, собственно, что я вам говорю, вы сами об этом знаете. Насколько я понимаю, вы перебрались из Москвы в Киев буквально в первый день начала войны. Ну, вскоре, да. Вскоре. Да. Где-то через... Я приехал впервые в Киев. Я езжу очень много. У меня есть много как бы областей деятельности, которые я не прекращал, которыми не прекращал заниматься. И я бываю много в Киеве, много в Лос-Анджелесе, естественно, по роду своей деятельности. И, в общем, езжу по всему миру. Так вот, впервые в Киев я приехал 2 марта. Ага. Ага. Понятно. Понятно. И... Я понимаю. И как часто вы сейчас бываете, живете или наездами в Украине? Не, ну, я бываю... То есть, я провожу время. Если вы меня спросите, вот для меня самый сложный вопрос, где вы живете, и у меня нет на него ответа. Потому что я делю свое время. Я где-то у меня месяц в месяц, ну, недели-полторы, наверное, в Киеве я провожу, где каких-то дел я, во-первых, пытаюсь помогать. В том, чем я могу быть полезен. В Офису Президента, естественно, я привозил много кинематографических людей, представил им там несколько очень важных людей и пытаюсь там связывать там, где на самом деле им интересно, с теми, с кем им кажется важным быть связанными для как бы целей благотворительной деятельности или привлечения внимания к украинской позиции. Вот, потом я делаю, собственно, фильмы там, и игровой фильм, и документальный сейчас. А вот, и у меня там сын, поэтому, с которым иначе увидеться, кроме как в Киеве я не могу, потому что он часть команды президентской, советник президента по экономике. И я его вижу очень, ну, как бы нечасто даже, если я в Киеве, он занят. Вот. А так я езжу, ну, естественно, в Лос-Анджелес, где вся, в общем, моя профессиональная жизнь сосредоточилась. Все, что связано с кино, естественно, и с сериалами. И там моя дочь. Так что, если вы мне спросите, где я живу, вот где-то вот в Лос-Анджелесе еще неделя. Я бываю везде, во всем остальном мире. Там, естественно, и Польша, и Турция, и Германия, и Италия, и Лондон. Вот, собственно, приблизительно вот такой перечень маршрутов, где я бывал за эти 15 с чем-то месяцев постоянно, каждый месяц в такой регулярном крейсерском путешествии. Так скажите, это вам и должны быть признательны за привоз в Киев Анжелина Джоли и Шона Пэнна? Анжелина была только во Львове. А во Львове она была? Она была во Львове, да. А можно припадать? В Киеве было много. В Киеве я представил прямо перед началом войны президенту Шона Пэна. Я был там с Джессикой Чистейн. Ну и с кем-то еще. Вот недавно я встречался с Ливом Шрайбером. Ну и так далее. Там много бывают и очень крупных кинематографистов, в том числе и документалистов, выдающихся. На самом деле, я им помогаю иногда. Да, там я привозил Брайана Фогеля, который Оскарский лауреат за фильм, который вы видели, наверное, Икар. Вся эта история с допингом в России. Ну и так далее. На самом деле, очень многие. А это ваши просто непосредственные... Насколько хорошо вы с ними знакомы, с этими звездами? Это ваши друзья или вы просто хорошо с ними... Вы можете им позвонить в любую минуту? Как это вообще у вас... Ну, в зависимости, да. Джессику Чистейн, допустим, я знаю коротко. Не могу позвонить в любую минуту. Или Эдварда Нортона знаю коротко. Ну, я не буду сейчас заниматься моим дроппингом. Это как бы неприлично. Но я много знаю. Слушайте, я взрослый. Мне много лет. Я много лет делаю фильмы. В том числе какое-то количество фильмов дел в Соединенных Штатах. И сейчас много делаю. Учитывая то, что Украина еще, ко всему прочему, интересна. И вокруг меня были за последние эти 15 месяцев много историй. Последние с этим арестом заочным. То, так сказать, это привлекает внимание. И люди с удовольствием откликаются. Ну, с кем-то я дружу. С кем-то, с кем работал раньше. Скажите, вот ваш... Скажите, Женя, а можно я задам вопрос? Я умолкаю. Давай, Алена, вперед, да. Извини. Нет, просто Александр сказал, что сейчас в Украине он тоже что-то делает. Мне интересно было. Ну, вот база, просто студия еще работает. Потому что мы с Александром из одного лукошка. В принципе, я ведь тоже украинский кинематографист и член Союза кинематографистов Украины. Вот. Мне интересно, работает ли... Я знаю, что Одесская база, ну, никак не работает. Да, Одесская киностудия. Я человек Одесской киностудии. А Девченко работает? Работает? Там есть? Что-то работает. Я, откровенно говоря, не сильно этим пользуюсь. Это такое абсолютно независимое производство, как вы понимаете. Я уже много лет не работаю с государственными студиями. Очень много лет. Я как бы даже не очень себе представляю. Ну, вот. Но коллеги мои, они там где-то кто-то что-то обрабатывает, получают услуги. Берут технику, если надо. Но учитывая то, что современное кино, особенно в таких условиях, снимается на цифру. Ну, да. Ну, да. Проще, что называется, купить. Да. Вот. Обрабатывать пленку не нужно. Вот. Декорации уже никто не строит в нынешних обстоятельствах. Это как правило. Ну, а всякую точку, Токио, которую мы сегодня делаем, имеет отношение к реальности много больше, чем к прошлому или будущему. То строить декорации не нужно, студийные павильоны не нужны. Вот. Может быть, придет время и вернутся эти задачи. Но сейчас их нет. Поэтому все... Ну, а люди, 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 вот режиссеры, режиссеры, сценаристы. Вообще, как представляет себе Украина выстраивание нового кино, которое пойдет после войны и пойдет ли оно и будет? Ну, это разные задачи. Кто есть сегодня и что будет в будущем. Сегодня, понятное дело, подавляющее большинство кинематографистов либо воюют. Причем очень крупные кинематографисты, например, я хорошо знаю замечательного оператора Сергея Михальчука, который делал украинские картины и очень известные картины российские. Он снимал и стиляги, и тиски Тодоровскому. Он воюет просто в разведке. Он и мы на связи. И вот сейчас мы обсуждали какой-то фильм, который я бы хотел, чтобы он снял следующий. И он просто не знает, отпустят его или нет. Потому что это зависит от хода контрнаступления. Он реально воюет. И очень многие. Поэтому либо воюют, либо работают, либо что-то делают. Потому что мужчины, как вы знаете, особенности призывного возраста связаны. Они не могут пересекать границы Украины без специальных разрешений. А с другими мы не работаем. И, соответственно, там осталось очень много людей. И мы сейчас заканчиваем фильм. Дебютный ребят, один из которых воюет. Два режиссера, два молодых собрались. Один воюет, и он приезжал, вот сейчас монтировал. Вот он брал отпуск с фронта. А второй в Киеве, как бы работает, его не призывали. Вот, на самом деле, такова украинская сегодняшняя жизнь. А будущее, ну, понятное дело, что я-то, честно вам скажу, думаю, что будущее украинского кино может быть крайне любопытным. Хотя бы по той простой причине, что появится поколение людей, обретших совершенно уникальный жизненный опыт. Вот ровно так, как после Второй мировой войны в советском кино, в американском, британском, в кинематографе появились люди, прошедшие войну, либо в роли солдат, офицеров, либо как дети войны. И эти люди принесли свой особый жизненный опыт и заставили с ним, как бы, жить зрителей. И таким образом повлияли на создание, как ни странно, не существовавшего до войны сегмента авторского кинематографа. Потому что для авторского кинематографа нужно было иметь право на высказывание личное, о личной жизни и на личный взгляд о происходящем. Вот эти люди после войны, ну, как, например, простые примеры в Советском Союзе, Григорий Новичухра, он весь был изрезан, он же был в десантник, двухметровый, огромный, еврейский десантник, который ходил, брал разведки, брал пленных, живые, голыми руками. Это была его функция. Его отправляли за линию фронта, он приводил. У него был, он весь был в ранении. Люди воевали, ну, огромное количество людей. Бондарчук, Ростоцкий и так далее. Вот эти люди, естественно, пришли и сделали свое кино. И в Украине вернутся люди, прошедшие войну, с особым опытом, молодые при этом. Им же сегодня очень многим очень мало лет. Она закончится, эта проклятая война. Рано или поздно она закончится. И она, как и любая другая война, она же опыт очень сложный дарит. Ну, как бы, рядом погибают люди. Ранения, взрывы, выживания, мирные люди. Я даже не об этом говорю. Просто психическое напряжение, которое заставляет сегодня говорить о необходимости большого количества психотерапевтов для того, чтобы бороться с последствиями синдромов, естественно, ПТСД, которые неизбежно будут преследовать людей, прошедших войну. И по обе стороны фронта. И мы говорим об Украине, естественно. Но для многих это ресурс личного опыта и личных историй, которыми они захотят поделиться. А возможности Украины, мы верим, будут колоссальные, потому что это будет европейская страна, часть европейского сообщества, защищенная, я надеюсь, все-таки НАТО. И, естественно, как это случилось с Южной Кореей, как это произошло с Западной Германией. Ну, Украина в достаточно короткий период времени при помощи международных инвестиций и обладая трудоспособным, талантливым населением, народом собственным, сумеет добиться очень многого, в том числе и в кино. Вот такой я оптимист. Спасибо. Спасибо. Мы верим в ваш оптимизм. Это очень разум, но мне кажется, это неизбежная дорога. Александр, я хотела еще спросить вас о фильме, который вы привозите. Вот я к этому хотел подвести как раз, потому что вот так получилось, что буквально вот в несколько последних дней я посмотрел два очень нашумевших фильма. Это «За нас с вами» и «Капитан Волконогов бежал». А вы сейчас привозите вот этот фильм «Мама, я дома». И, пожалуйста, Алена, давай подробнее. Да, я хочу спросить, потому что я-то фильм видела, да, и вот я помню, вернее, ну я посмотрела, конечно, мне было интересно, когда был релиз фильма. Релиз фильма был осенью 21-го, правда? Я ничего не путаю. Да, он премьерно был показан на Венецианском кинофестивале. Да, 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 да. На самом начале сентября. Да, да. А потом мы сделали премьеру в кинотеатре художественный. Это, на самом деле, замечательное место. Да, мы знаем это место. Такого рода кино. Да. И потом выпустили его в очень, то, что называется, ограниченный прокат. Буквально несколько кинотеатров. А его вообще разрешили, то есть он имел прокатное удостоверение? Он имел прокатное удостоверение до начала войны. Да, 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 я понимаю. Они рассчитались с необходимостью не создавать проблемы на ровном месте. И прокатное дали. А учитывая то, что он был показан буквально в нескольких кинотеатрах, а такие фильмы обречены на то, что у них нет телевизионной жизни. Ну, вот, например, наши фильмы с Андреем Петровичем Звягинцевым, я имею в виду и Левиафан, и Нелюбовь, они не были показаны по телевидению в России. А в кинопрокате были. Вот точно так же и этот. Но те фильмы были показаны пошире. Особенности Нелюбовь. А этот очень узкий. Очень узкий. И получается, что это где-то за полгода, пять месяцев до войны, да? Меньше даже. Сейчас он совершенно по-другому звучит. То есть я когда его смотрела, то, ну, во-первых, возникали параллели. И очень подробно мне казалось, что я там даже видела плакат, который держит героиню. Героиня, конечно, Робопорт совершенно потрясающая и неузнаваемая в этом фильме, да? И она держит плакат, где написано «ЧВК вне закона». Правильно? Был такой там плакат, когда она стоит с плакатом? Ну, да, вы же знаете, ну, вы же видели фильм, а для тех, кто не знает, то я ничего не рассказываю, главную... Да, мы не рассказываем сюжет. Главный сюжет мы, поворот, я не рассказываю, но понятно, что речь идет о матери в небольшом городке на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии, которая получает известие о том, что ее сын, воевавший в составе ЧВК Вагнер в Сирии, погиб. И она начинает бороться за... Она не верит и начинает бороться за него, за сына. Ей на это отвечают, что ЧВК... ЧВК, да. Они запрещены законом, они не существуют в реальности. И, соответственно, она, пытаясь бороться, она и рисует, пишет все, что она считает... Что называется, не прошло и полугода, да? Как сегодня ЧВК просто правит бал. Да, да. Ну, и тогда, на самом деле, это было ясно, что это важнейшая часть российской новой жизни, новой реальности. И нас многие предупреждали, что это могут быть проблемы, особенности с Вагнером. Потому что, мол, Пригожин, я помню, что когда фильмы собирались выпускать, то, как всегда, находятся люди, в России всегда много, среди друзей, которые начинают тебя предупреждать о проблемах, возможно. А таких осторожных обычно много. В моей жизни всегда было очень много тех, кто говорили, это не надо делать, а это не стоит, а это очень опасно. И, как ни странно, оказывались очень часто правы. Потому что действительно возникали большие проблемы. Но здесь никто из Вагнера к нам не обратился, никаких проблем не возникло. Хотя люди, когда посмотрели фильм, надували щеки, вращали глазами и загадочно улыбались, говорили, ну, это там сложно. Да, это сегодня звучит очень релевантно, очень сегодняшним образом, таким очень остро даже подчас. Очень остро. Очень остро сегодня звучит фильм. Ну, это история при этом, да. И она, конечно, может смело быть рассказана, учитывая то, что там Сирии нет, и она там слова звучит. Да, да, да. Вот, то можно смело считать, что это история правильная. А какой замечательный танец. Боже мой, вы знаете, у меня получилось, что я встык танец с главной героиней. И встык я посмотрела, ну, получила, что загадя, да, я смотрела за нас с вами, и у меня два танца как-то выстрелились в голове. Танец, да, на мой взгляд, в фильме Смирнова. Лучшая сцена, танец в куличку. И там, значит, нам туда дорога, и у меня такой переброс идет. И я смотрю, ну, буквально там на днях смотрю, мама, я дома. И танец ее под смеемся и плачем. И этот стрелок или как снайпер, застенчивый снайпер, который, слушайте, волосы дыбом просто страшно. Просто понятно, куда пришла эта дорога. Эта дорога пришла вот сюда, вот сюда. Да, это страшно. Ну, это очень здорово. А скажите, а Битоков сейчас что-то будет делать как-то, кто-то или кто-то? Битоков, да, он сейчас делает сериал, собственно говоря, в России. И это сериал о Пушкине. Да. Как ни связано с этой историей, это сериал о Пушкине, да. Ага. Хорошо. А скажите, Александр, можно я вклинюсь сейчас? Где-то прошла такая информация, что вы работаете над несколькими проектами. Да, собственно, вы об этом сказали. В том числе, что-то и в Нью-Йорке вы снимаете. Какие у вас сейчас происходят движения вообще конкретно? Ну, у меня очень много проектов. Я вас не буду утомлять перечислениями. Примерно около 20 на разных этапах. Это в основном все международные проекты, сериалов и фильмов. Из того, что в ближайшее время мы будем делать, это два фильма, помимо украинских, которые я всегда называю. Вот то, что я сейчас упомянул. Мы заканчиваем фильм двух молодых дебютантов, режиссеров. Андрея Алферова и Стаса Гуренко. Это в Киеве. И готовим фильм новый, наверное, самого известного украинского режиссера в нынешнее время, Мирослава Слабошпицкого, сделавшего фестивальный хит, прошедший по всему миру несколько лет назад под названием «Клемя». Но в Нью-Йорке мы будем снимать, я надеюсь, если забастовки сценаристов не помешают, сценаристов не помешает. А вот если случится забастовка актеров, то мы будем поменять. Фильм «Новый Корнелло Мундруцу» – это очень близкий мой друг и замечательный режиссер, известный по большому количеству фильмов, показанных и в Каннах, и в Венеции. Из последних фильмов был фильм «Paces of a Woman» – фрагменты женщины, который легко можно увидеть на Нетфликсе. Он был примерно показан в Венеции, получил приз за лучшую женскую роль Ванесса Кирби, и он был номинирован на «Оскар». И он же вот вчера, или нет, пару дней назад начался сериал, который он сделал на Apple TV+, сериал «The Crowded Room», «Переполненная комната» с Томом Холландом и Амандой Сайфрид в главных ролях, собственно, и сделал это и пилот, и несколько основных серий «Курнел Мундруцу». Вместе я их познакомил, замечательный наш оператор, Кой, как говорят сегодня, используя феминитивы, Ксения Середой, той самой, которую… Которая делала… Да, мама. Она сделала и «Дилду», и «Чернобыль», и «Мама я дома». Вот, собственно говоря, Ксения и снимала, и «The Last of Us» она сняла, четыре серии там, и вот сделала сейчас Apple. Собственно, мы с Корнелом делаем фильм, я надеюсь, который будет снят осенью под Нью-Йорком с Эллен Бёрстин, который 90 лет, в главной роли «Тайкой войтить». Вот, собственно, вот такая у нас компания двух артистов, но посмотрим. Вот, потом новый фильм Кантемира Балагова, который, я надеюсь, американский фильм, действие которого происходит в Нью-Джерси, вот, который, если все будет в порядке, мы начнем работать в конце года. И сериал, который мы будем снимать, наверное, все-таки в Марокко, мы выбираем между Марокко и Египтом, и Орданией, связанная история, он называется «Debriefing the President», он основан на книге бывшего сотрудника ЦРУ, аналитика Джона Никсона, того самого человека, который первым опознал Саддама Хусейна после того, как тот был арестован морскими пехотинцами Соединенных Штатов. И именно он провел несколько недель, допрашивая Саддама в подвале бывшего здания президентской гвардии. Вот, собственно, это такой событийный сериал с Джоэлом Кинеманом, главной роли играющим этого замечательного ЦРУшника, который, собственно, написал книгу, и вообще любопытного персонажа крайне. Вот, а Саддама будет играть один из лучших арабских актеров. И, в общем, вот это вот вещи, которые в ближайшее время мы собираемся делать уже осенью. А можно я задам такой вопрос? Сейчас, Ален, прости, пожалуйста. Можно я задам вам такой вопрос? То есть, вот из всего того, что вы сейчас перечислили, это по стоку, поскольку, в общем, как-то не особенно связано с российско-украинской тематикой, насколько я понимаю, вот сегодняшней, нет? Нет, потому что, я сейчас уточню, простите, потому что вы в одном из интервью как бы намекнули, что вам было бы очень интересно сделать что-то наподобие карточного домика, только на российской тематике по материалам с Игорем и все. Вот как с этим делом? Это дико интересно у вас на самом деле. Пишем. А, да? То есть, эта идея остается, да? Отлично просто. Мы очень рады, да, потому что... Напишем долго, это сложный будет сериал, понятное дело, Путин и все прочее, но там очень сильный шоураннер, который как бы, естественно, шоураннер это лид-райтер, это как бы главный автор, и, собственно, от него многое зависит. Вот, поэтому я надеюсь, что в следующем году напишем и в 25-м снимем. Ну, как бы, история ведь не закончена еще, да? Она живет с открытым концом как бы, да? Нет, там история связана, прежде всего, с 90-ми нулевыми. Это как бы зародыш. Это все то, что, собственно говоря, мы назовем созданием, да, созданием этой системы и всего того, что, в общем, послужило причиной случившегося. Понятно. Ну, на 5-м, естественно. Вот, ну и, отвечая на ваш вопрос, оба украинских фильма связаны, естественно, с русско-украинскими отношениями, а фильм «Слобо-Шпицкого» – это просто «Авань». Ага, понятно. Он основан на статье, опубликованной, статье одного из лучших экспертов по российской пропаганде, Питера Померанцева, сына украинского диссидента, работавшего на радио «Свобода» Игоря Померанцева. А статья была опубликована в журнале «The Atlantic» и называлась она «We can only be enemies». И вот, собственно, по материалам этой статьи мы делаем сейчас фильм со Слобо-Шпицким. У меня вопрос, вы знаете, какой? Вы на него несколько раз уже отвечали, но как бы касались этой темы, пресловутой отмены русской культуры и все такое прочее. И я знаю ваше отношение, мне дико понравилась вот эта формулировка насчет того, что никто не запрещает Пушкина, просто Пушкин как олицетворение имперскости, это совсем другая история, вот эти памятники и все. А, собственно говоря, Пушкин как писатель и как гений его никто не отменяет. Мне ужасно понравилась вот эта формулировка. Что там с Булгаковым произошло в свое время? Потому что тот сериал, который вы продюсировали, в числе прочих, это «Белые гвардии», был запрещен к показу в Украине. Что произошло тогда с этим конкретно? Можете рассказать? Нет, тогда ничего не произошло. Запрещено было очень много русского контента, который естественно во время войны, начавшейся в 2014 году, показывать в Украине было принято неприлично просто. Зачем? Про русских военных, про распад империи. Слушайте, мы снимали «Белую гвардию» до 2014 года и сделали ее до 2014 года. А в тот момент это была такая история, как писал Булгаков, если хотите, о потерянном рае. Ну, такое ощущение. Жизнь, печь, покрытая изразцами. Ну, вы помните, это трогательнейшее, ностальгическое, литературное произведение. Причем, на мой взгляд, роман намного сильнее, чем пьеса. Ну, понятное дело, он сокращал роман, объединял персонажей и пытался сделать так, чтобы, как тогда говорили, успеть до последнего трамвая, чтобы зрители могли разъехаться из театра. Вот. А роман потрясающий. И мы снимали его, естественно, как историю, в которой были заложены многие, как нам тогда казалось, противоречия и в том числе и современной Украины, и Российской империи в целом. Ну, а когда началась война в 2014 году, все, что связано с российскими военными, все было в Украине запрещено. И у нас, то, к чему я имел отношение, это не только Белая гвардия, и Сталинград запрещен, и Девятая рота. Это все нельзя показывать. И я понимаю, почему. При том, что и Сталинград, и Девятая рота – это советская армия, частью которой были и украинцы. Но все равно сегодня военные фильмы с российской точки зрения, с таким сантиментом. Да еще и на тему войны Второй мировой, которая стала в известном смысле идеологическим фундаментом и оправданием нынешней этой подлой, кровавой и агрессивной российской войны. Ну, зачем это показывать в Украине? И при том, что это имеет отношение ко мне, я сам категорически против. Не надо, не надо показывать ни сейчас, ни потом. Время изменилось. Фильмы, в том числе, это функция времени. И они, ну, на самом деле, очень многие не выдерживают вызова времени, не выдерживают изменившихся обстоятельств. Или их надо, на них нужно смотреть иначе. Может быть, со временем для киноманов это когда-нибудь вернется в Украине, я имею в виду. Но сейчас и после войны мне трудно представить. А вы как-нибудь следите вообще за тем, что происходит в российском кино сегодня? Как-нибудь, не более того. Потому что я мало вижу. Ну, я вот видел, как и вы, фильм Смирнова. Понимаете? То есть, на самом деле, в чем я видел его не на экране, я видел его в онлайне, мне прислал кто-то из друзей. Вот, очень мало видел. Я не видел фильмы, которые стали лидерами проката. Вот, я не видел Чебурашку. Я не видел Вызов, который сегодня получил государственную премию Российской Федерации. А Путин даже сказал, что это уникальное достижение мирового кино. Есть такой кинокритик известный очень, Владимир Владимирович Путин, большой специалист. Я крайне послышал что-то, да. Как и во всем остальном, он большой специалист. И в войне, и в международных делах, и в управлении государством. От России вообще скоро ничего не останется с его... Замечательный человек, очень, очень... Да, сближенательный управления. Вот и прикинул он теперь, мне сказано. Ну да, ну да, ну да. Алёна. Это какой признак для кино. У тебя наверняка есть вопросы, Алёна. Нет, я думаю, что мы уже закончили. У меня... Нет-нет-нет, у меня есть несколько тогда вопросов, с Вашего позволения. Я просто хотела про фестиваль поговорить, но я думаю, что сейчас не время об этом говорить. Вы нас потерпите еще немножко, Александр? Да. У меня, знаете, чисто специфический вопрос. Меня всегда интересовала тема, в какой степени продюсер, а вы представляете как бы собой продюсера, да? То есть, то, что раньше называлось у нас директор картины, я так понимаю, да? Нет-нет. Нет? Вот поясните, пожалуйста, в какой степени... Давай я тебе расскажу. Пойдут тебе... Подожди, подожди, с тобой я потом поговорю. В какой степени продюсер определяет направление, идеологическое и эстетическое направление фильма? Вот это вот мне очень интересно. Максимальное. Зависит от кино. Ну, давайте начнем с простого. Кто получает Оскар за лучшие фильмы года? Вот именно что. Вот именно. Правильно. Он приглашает с собой группу съемочную, все включая, естественно, режиссера и актеров. Но это премия традиционно продюсеров. Продюсер – это, давайте так скажем, это предприниматель с творческой экспертизой, берущий на себя всю полноту рисков за творческие внимания, финансовые и административные решения по созданию кинофильма. Это единственный человек, который присутствует в идеале во всем процессе, от самого первого момента инициирования рождения идей до самой последней точки завершения проката и выхода фильма на вторичные платформы, стриминговые и прочие платформы, телевизионные. Это единственный человек, потому что все остальные, включая режиссера, они участвуют в процессе создания фильма частично. Режиссеры, если речь идет, например, о жанровом сегменте, о коммерческом кино, то очень часто приглашают уже на готовый сценарий. Я так, если у меня есть. Вот, например, Битокову я предложил готовый сценарий. И Ксению Раппопорт. Это было условие. Вот я сказал, вот есть Ксения у меня, и у меня есть замечательный сценарий. Он сказал, да. Дальше он предложил какие-то вещи, которые для него были важны. И мы, естественно, я с какой-то большей частью из них согласился. Он творческий человек, который предложил, ну, как минимум, история была написана на Краснодарский край. Он предложил ее перенести на регион, который знает много лучше. И это мотивировал. Мы сняли это, естественно, в «Кабардино-Балкаре», которого он очень хорошо знает. Но в целом это очень показательный момент того, как это происходит. Да, безусловно, сердце и взгляд фильма – это всегда режиссерское. А вот это его личная авторская интонация. Если в авторском кино я определяю функцию продюсера как такого друга замысла, я это всегда называю человека, который разделяет любовь к замыслу и делает все для того, чтобы он реализовался. А в случае коммерческого кино функция продюсера еще много более важна. Это по факту человек, принимающий ключевые решения и способный менять и режиссеров, и монтажеров, и облик фильма неоднократно. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, да, конечно, функция продюсера, если вы хотите сопоставления с советскими временами, то это скорее сочетание функций директора киностудии, главного редактора киностудии, редактора фильма непосредственно, директора картины какой-то частью. И вот все это вместе, плюс что-то еще. Хорошо, когда продюсер талантливый человек. Хорошо, когда он чувствует кино. Потому что я помню, слушайте, 90-е годы, да, Кира Муратова, Одесская киностудия, я редактор, да, и сидит Кира и говорит, «Ребята, еще то госкино и все, что мы проходили, еще покажется нам детским лебедом по сравнению с тем, когда придут продюсеры неграмотные, да, просто с бабками». И это было. И мы знаем, что такое… Ну, вы знаете, она все-таки очень специальный случай, она с самого начала была настроена, и она такой боец совершенно отдельного кино. Но, вот, как правило, слушайте, у меня опыт работы с очень большим количеством режиссеров, авторов с большой буквы. Вот, я работал и с Сокуровым, и, как вы знаете, много лет с Звягинцевым. Это самостоятельно. Я работал с Чухраем, я работал с международными большими персонажами, с Родригесом, с Билли Бобом Торнтоном, с Вачовским, с Тыквером. Вот, я многих не назвал. И все понимали особенности, ну, как бы, понятное дело, что западные люди отдают себе отчет в том, что продюсеры – это, ну, неотъемлемая часть замысла. Это неотъемлемый отчет, но, как бы, мы все – одна команда, которая борется за то, чтобы осуществить фильм. Вот, собственно, и все. Дело в том, что в Советском Союзе кинематограф был функцией государственной экономики. И продюсером выступало государство. Оно принимало решение о том, какие фильмы делать. Оно принимало решение о том, достаточно ли готов, хорош ли, доведен ли до состояния готовности сценарий. Оно выбирало. То есть, тематическое планирование и развитие сценария – это продюсерские функции сегодня. А это делало государство через своих редакторов и на разных этапах. Соответственно, оно принимало решение о том, кто снимает, назначало режиссеров. Оно же назначало, предлагало и выбирало. Оно определяло, оно финансировало, и оно прокатывало. Вот все эти функции сегодня у продюсеров. То есть, я независимый предприниматель, берущий на себя полноту, как бы принимающий решение о том, что я хочу сделать тот или иной фильм, тот или иной сериал. И дальше, с большим или меньшим успехом, работающим над тем, чтобы добиться успеха. Ну, добиться того, той цели, которую мы поставили на первом этапе для себя. Ну, естественно, это мы называем успехом. Вот и все. Это очень важная и сложная функция. Чем более квалифицирован и талантлив продюсер, как и режиссер, как и оператор, как и сценарист, тем лучше для фильма. И, естественно, ну, понятно, что вот, например, в российском кино, если мы с вами говорим по-русски, то говорим о российском кино, есть немало талантливых продюсеров, очень часто, как и я, бывших режиссеров. Ну, вот я вышел из режиссеров, и у меня очень хорошее отношение традиционное с режиссерами. Я их понимаю, я слышу, и для меня важны их позиции, я их уважаю. Вот так, ну, например, Сельянов, один из лучших российских продюсеров, он очень удачный был, сильный режиссер и так далее. Вот, собственно говоря, это такая важнейшая функция. Очень интересно. Очень интересно. Алена, ты хотела спросить, поговорить немножко о фестивале, пожалуйста. Нет, это уже будет долго, и как бы... Нет, я просто понимаю, я знаю о том, что закрылся кинотабр, но после кинотабра вдруг я увидела информацию о том, что проводится в Сочи фестиваль еще какой-то. Он «Новый сезон» вроде бы называется. И Полина Зуева его делает. Дело в том, что я с Полиной знакома, потому что когда у нас был фестиваль российского кино, Полину прислали сюда, как только появились государственные деньги, чтобы она тут была программным директором. Но мы разделили эти функции. Она была программным директором, я была программным директором, не важно. Сейчас мне даже страшно. Я не хочу спрашивать Александра, какая позиция Полины относительно того, что сегодня происходит. Но мне вообще интересно было, собирается ли Александр в будущем делать какой-то фестиваль в Украине. Потому что у нас не получилось делать фестиваль украинского кино тут. вот тогда, когда у нас не получилось, кто-то другой тут начинает делать. Я вот думаю о том, что нужно делать фестивали за рубежом, продолжать вот это движение фестивальное, в данном случае украинского кино, большой фестиваль. Пока есть какой-то очень небольшой, неделя какая-то. Была ли идея вообще проводить фестиваль украинского кино? Ну смотрите, первое про Кинотавр. Кинотавр – крупнейший фестиваль долгие годы был российского кино. Когда я его возглавил в 2004 году, я отказался от международного компонента и сосредоточился только на российском кино. Потому что тогда был период взлета российского кино. Мне казалось, очень важно полностью сосредоточить фестиваль на новом кинематографе, делавшемся в России. И он стал важнейшей точкой, которая собирала огромное количество кинематографистов. Около пяти тысяч человек приезжало ежегодно на фестиваль. И там происходили альянсы, складывались творческие команды, рождали замыслы, естественно, смотрели все то лучшее, что делалось прежде всего в авторском сегменте, и в том числе и в жанру. Естественно, с началом войны я отказался от проведения фестиваля, и он мне принадлежит просто. Ее владелец его. Соответственно, Полида Зуева Бабио Побента, она была продюсером, то что называется, она отвечала за организационную составляющую фестиваля, очень удачно. Программным директором все годы его истории, по факту, после смерти Елены Бакшицкой и ухода Ирины Рубановой, такие крупные киноведы были, фактически больше 25 лет занималась Ситором Алиевой. Я был президентом фестиваля и возглавлял его, и так далее. Вот он сегодня не проводится. Соответственно, Полина, будучи, так сказать, человеком, как я понимаю, активным и организационно-состоятельным, делает все то, что может, ну, как бы, как минимум для выживания. Вот. У нас в рамках фестиваля было очень много разных форматов. В том числе мы последние несколько лет проводили формат, в рамках которого принимали участие руководители и представители всех новых российских стриминговых платформ. Их очень много. И у них много денег. И они стали фактором производства. И вот в рамках этого формата внутри Кинотавра мы показывали их лучшие сериалы и устраивали круглые столы. И вот, собственно, новый сезон, вами упомянутый, это выросший из этого формата проект, связанный со стриминговыми платформами и сериалами. Это не то, что на Кинотавр. Делать фестиваль русского кино, ну, конечно, особенности во время. Нет. Я ни при каких обстоятельствах и не позволю делать никому под названием Кинотавр. Своё делать они хотят, то есть делают, что хотят. Но мне кажется, это неприличным, неправильным вообще устраивать праздник кино, фестиваль по определению в праздник кино. Это неправильно. Делать новый фестиваль за пределами России, да, наверное, можно. В Украине есть очень важный фестиваль в последние годы. Он проходил, ну, так заметно и гордо. Это Одесский кинофестиваль, кстати. Да. В которого был конкурс отдельный украинского кинематографа. И важный. И там и короткое кино, и международный конкурс. Это очень важный фестиваль, куда приезжало много значительных гостей, кинематографистов международных. Я был там как-то председателем жюри в 13-м году, мне кажется. После этого, после начала войны не был. Но мне кажется, что Одесский фестиваль имеет шансы на некое развитие, потому что он там, естественно, во время войны претерпевает сложности и финансирование, и движение. Это сложно. Для проведения фестиваля за пределами Украины, украинского кино, нужно украинское кино. Нужно, чтобы было много интересных кино. Их сегодня делают, естественно, немного. По вышеназванным причинам идет война, мало денег. Государство, конечно же, сегодня не вкладывает деньги в кино. Все деньги идут в экономику войны и в войну непосредственно как таковую. Вот все. Поэтому те, кто может сделать международную компродукцию, построить, они их делают. Вот сейчас таких немало. Очень помогают международные платформы. Например, я знаю программу Netflix, которая как бы вкладывает деньги в девелопмент украинских проектов. Но в целом, вот сегодня, представьте, что есть программа для полноценного фестиваля украинского кино за пределами страны. Может быть, сделать, можно какую-то одну, собрать фильмов 5-7. Наверное, можно. Но надо, почему не сделать. Это вполне реалистично. Чтобы уже подводить как бы черту под нашим разговором, огромное вам спасибо за то, что вы нас вытерпели столько. И это дико интересно. Я еще раз напоминаю, что в Торонто вот в эту пятницу, 16-го числа, это показ фильма «Мама, я дома» и встреча, собственно, с Александром Роднянским, который наш сегодняшний собеседник, через два дня будет в Нью-Йорке. И это организует ShowOne Production, за что им тоже отдельное спасибо. Завершающий вопрос. Я понимаю, что он совершенно глобальнейший, но тем не менее, вот вы как чуткий человек, как бизнесмен и как человек творческий, вот по вашей интуиции, чем это все закончится? Я не спрашиваю, когда, но чем это все закончится? Потому что, ну мы же болеем и... Ну, каждое утро мы просыпаемся и смотрим вот эти вот сводки новостей, но это же кошмар какой-то в голове до сих пор не укладывается. Я понимаю. Да, но я глубоко убежден в том, что неоднократно говорил, что мы присутствуем, что это война, это родовые схватки для Украины и предсмертные для России. Вот мое убеждение в этом состоит. Или Россия изменится категорически, и она примет на себя всю полноту ответственности за происшедшие с ней трагические повороты последних, да и не только последних лет истории. Наконец засудит коммунизм, запретит коммунистическую партию, выскажется и запретит все, что связано с КГБ и с историей КГБ, проведет люстрацию, ну и так далее, и так далее, и обязательно проведет суды и трибуналы военные над теми военными преступниками, которые проявили себя в полном объеме во время этой войны в Украине. Естественно, к военным преступникам относятся и пропагандисты тоже. Ну, то есть, понятно, что Россия должна измениться. Вот если она изменится, если она примет на себя всю полноту ответственности за тот ущерб, который она несла Украине, и будет выплачивать репарации, если она будет развиваться как демократическая страна, то у нее будет шанс занять свое место международной, извините, за высокий штиль семье народов. Если нет, это путь в никуда, в катастрофу, к гражданской войне, к распаду, к разлому, который многие пророчат. Вы же знаете, я лишь повторяю прогнозы огромного количества политологов. Что касается Украины, я не говорю о ее границах, но совершенно понятно, что сейчас рождается украинская политическая нация, скованная, склеенная, сшитая кровью, которую они сейчас, украинская армия, украинская армия, СССР, с бронесылой Украины, проливают сегодня на фронте. Они проливают кровь. И сегодня кладбище везде есть. Людей, погибших в войне за Украиной. И в Одессе, и в Харькове, и во Львове, и в Тернополе, и в Анафранковске, и в Виннице, и в Сумах, и в Черкасах, и в Киеве. И это все платформа одного народа. Он склеен, украинская политическая нация родилась, из Украины становится, наконец, самостоятельным государством. Она будет частью Европейского Союза, прикрытая обязательствами НАТО. И это будет такая как бы версия, как мы надеемся. Та самая же траектория, которая позволила состояться, например, Южной Кореи или Западной Германии в свое время. Со своим планом маршала, со своим будущим, со своим очень амбициозным, талантливым и прошедшим очень сложные испытания народом. Поэтому я вот, как бы это, если вы видите, общу, я вам свой символ веры изложил. Вот в это я верю. У России будет шанс измениться, но если не изменится, я боюсь, что это трагическое развитие. А у Украины нет шансов на другую версию развития, кроме того, что я сказал. А у меня есть будущее. Супер. Спасибо. Спасибо большое. Слава Украине. Спасибо. Спасибо. Ждем вас в Торонто. Торонто 16 число, Нью-Йорк 18 число, насколько я понимаю. Встреча с Александром Роднямским. Спасибо, Шоуан. Спасибо всем. До встречи, Торонто. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова